Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас довольно-таки печальная история, совершенно не новогодняя. К нам в редакцию обратилась пожилая женщина Антонина Попова, пенсионерка. Обратилась с такой проблемой. Ее выселили из квартиры. Выселили за 100 тысяч рублей долга, кредита, который она взяла у физического лица. Человек в сложную минуту обратился за финансовым займом. Она попросила 100 тысяч рублей. Дали ей на руки 80. И ежемесячно она должна была только процентов по кредиту платить 10 процентов ежемесячно. То есть 10 тысяч рублей в месяц только проценты у нее были. Допустив, конечно, потому что находилась в сложной жизненной ситуации, какой-то просрочку, проценты стали капать уже в размере 20 процентов в месяц. Это еще не говоря о различных неустойках и прочих, которые через суд с нее взыскали. В итоге, проплатив два года, выдав на руки своему кредитору порядка 200 тысяч рублей, пожилая чета лишилась квартиры через суд. И сейчас вынуждена ютиться в съемной квартире, не в лучшем районе. И с их зарплатой, она у нее небольшая, работает она в детском саду, снимают половину. И до сих пор своему кредитору они еще должны порядка 2 миллионов рублей. Представляете, какая жуткая ситуация? Человек, заняв 100 тысяч рублей, и пусть с грехами, пусть допуская просрочки, но все-таки выплатила 200 тысяч рублей, порядка 200 тысяч рублей. Лишилась квартиры, которую оценили 800 тысяч рублей, а это агентство продало ее за полтора миллиона рублей. Давайте послушаем рассказ Антонины Поповой. У меня заболел сильно муж. И денег, конечно, стало не хватать на лечение. Вашему мужу сколько лет, простите? 59. Мне 63. Так случилось, что я пошла просто посоветоваться сначала. Но они сразу нам предложили. Нам надо было 100 тысяч. Дали нам всего только 80. Я отмечу, что по судебному делу идет займ в 100 тысяч рублей. А на руки они вам дали 80. Да, 80, они сказали там, ну там всякое они там наговорили. Вот. И это, как вы, я начали выплачивать с этого 5-10 тысяч. Такие их не были условия. Я ей, конечно... В месяц? Да, в месяц. Вот. Я начала отдавать. Все это платили, платили. А это же большая сумма. Я пенсионерка. Муж вообще. Мужу потребовались еще операции. У него руки делали серьезные операции. Но это уже вот здесь, вот ближе. На этом фоне у него развился эпилепистический приступ. Вот когда уже нас выселяли. И это самое. Он попал опять в неврологию. Скажите, ну ведь там на вывеске у них идет агентство недвижимости. Да. Как вы узнали, что они дают займы, кредиты? Они дают займы, потому что, ну это же они развешивают на каждом, как можно сказать, столбе. И вообще, вот. Она все так расписала, все хорошо, все это, вот это Алия. Вы изначально понимали, что залогом по договору идет именно наша квартира? Да, да, я понимала. Нам очень было нужно, конечно. Я все это прекрасно. Но я думаю, что мы все закроем. У меня есть квитанции, расписки. Но это, конечно, сейчас находится у адвоката. Вот. Но они, вот, и они нам сказали об этом лет. Летом, что это, ну не летом, а в августе. Это, что мы вас выселяем. Я говорю, как вы нас выселяете, на каком основании? А просто мы подали на вас суд, и с 9 января этого года вы уже здесь не прописаны. Но факт тоже, они выписали даже моего старшего сына. Он со мной был прописан. Меня, мужа и это. Я владельцем квартиры сын не являлся, да? Нет, ну да, он был только прописан. Владельцем квартиры являлись кто? Я и муж. Вы с мужем в Далевой, да? Да. В равных Далях. Хорошо. А когда вы забирали, то есть вот получали деньги в договоре, вам объясняли, какие проценты и сколько это принесло? Нет, конечно, ничего не объясняли. И, конечно, вообще я не ожидала, что такие большие проценты. Она просто сказала, что поплатите год. Мало того, она еще мне сказала, что вот это в 19-м году, принесите мне на квартиру эти документы, и я вам сделаю пролонгацию. Потому что там условия такие. Вот платишь, потом надо 100 тысяч вынести. Я к ним ходила, говорю, давайте я вам 100 тысяч, вот когда уже дело коснулось выселения, я говорю, давайте я вам отдам 100 тысяч вот этих. Ну, а она сказала, нет, все, вы здесь не живете, я хозяйка. Сколько в общей сложности вы по месяцам платили, какими суммами, и какую сумму вы в итоге передали на руки этой Алии? Ну, 1200, наверное, больше даже. Наличкой вы ей отдавали? У вас были просрочки какие-то? Ну, просрочки, как она мне сказала, она меняла вот этот вот у меня. То ей надо 10-го, то ей надо 15-го, вот такое у нее время было. Вот я привозила, даже ее сотрудникам отдавала. Вот, ну вот расписки. Я знаю, что у меня не все даже расписки и не все квитанции. Я ей на карточку уложила, и все вот в такой форме. Ну, то есть у вас выписки и карточки через банк есть? Да, конечно, я все это отдавала адвокатам. А еще что вам на руки выдавали? Акты о приеме денежных средств или чек какой-то квитанции? Нет, просто расписка и все. А в сберкассе там вот только это, ну, квитанции. В каком году вы взяли займы? В 16-м. В 16-м. То есть с 16-го по 18-й вы примерно оплачивали, да? Да, я все оплачивала. Я ей говорила, когда Василия, когда уже приставы пришли, милиция пришла, наша доблестная, ну, полиция. Ну, я говорила, что говорю, ну, я же тебе много уже. Они мало того, они сейчас на нас мало того квартиру отобрали, они нам с мужем по миллиону повесили. То есть вы сейчас им еще должны? Да, мы еще им должны. Мы должны им отдать вот по миллиону. Миллион даже двести там с чем-то. Вот, ну, даже адвокат вообще в шоке от, вообще от таких сумм. Она мне то, что не может простить, потому что я обратилась в милицию. Ну, я просто была в отчаянии, когда они сказали, что все, мы Вас выселили, суд состоялся. Они на суде даже никто не присутствовал. Сейчас адвокат говорит, у нас три дела на нас. Я вот ходила здесь к приставам, и я сказала, говорю, на нас все повесили. Вот что можно, и долги за квартиру, и все. Какие долги мы с 9 января не прописаны в этой квартире. Какие могут быть у нас, ну, вот эти вот долги. Скольки комнатные квартиры у Вас были? Двухоматные. Сколько площадь? Ну, 45,6, что ли, вот так. Ну, вот Вы же знаете, примерно по рыночной цене, сколько такая квартира стоит? Ну, мы ее купили за миллион триста. Мы даже ни мебель оттуда не смогли вывезти, вообще ничего, нам просто дали два часа. У меня до сих пор вещи в гараже, везде, мы вот как вышли, и все. Вы сейчас где проживаете? Мы проживаем, мы смогли только это, сначала у сына, вот у Леши жили. Ну, а сейчас мы сняли на вокзальную шею. Просто снимаете жилье, да? Да. Но моей пенсии хватает только вот, ну, платить пять тысяч, вот мы платим. Получается, сейчас у Вас еще судебные дела идут тяжбы, о том, что Вы должником являетесь по... Да, да. На два с половиной миллиона рублей. Ну, она что-то, она говорит даже это, ну, трудное, конечно, дело вообще. И муж у меня потерял на этом очень работу, он, конечно, у него начались вот эти приступы. Они выселяют нас, а с ним плохо. Я вообще не знала, что делать, не то скорую вызывать, не то его спасать, не то свои, хоть так уйти. Вы знаете, что Вы, ну, может быть, собирали информацию, что Вы не единственный жертв? Я знаю, мне... Я ходила к приставу, к начальнику прям, и он мне сказал, конечно, очень жаль, я вижу, что Вы человек не такой там... Я говорю, ну, мне что вообще делать? С меня сейчас высчитывают полпенсии. И полпенсии, у меня пенсия 11 тысяч. Я отдаю за квартиру, говорю, и половина, говорю, с меня снимает. Я так понимаю, так же и у мужа, да, поисковая пускарка? Да, да, мужа, у него он вообще будет работать. Он сейчас вот токси, недавно стали на биржу. Он не сможет работать просто ему или сторожем каким-то, вообще, у него руки не работают и спина. Ну, то есть, можно сказать, понимаем, да, того, что вот эта женщина Алия, она Вас доводит непосредственно до состояния уже просто аффекта. Она же прекрасно понимает, что Вы не отдадите ей эти деньги, и больше имущества у Вас нет. Ну, у нас нету больше, это самое, жить нам просто больше негде. Я вообще даже ходила к приставу, я говорю, я не пойму, ну, что с меня-то сейчас, что снимают? За что? Ну, за что? Ну, вот он вызвал там свою подописку, сказал разобраться, и все. Вот вчера была зарплата, опять сняли половину. А зарплата, какая она зарплата у меня в детском саду, она маленькая. Вы в детском саду работаете? Да. А кем я снялся? Ну, я машинист по стирке. Вы сами все слышали. Ситуация, надо понять, что это не единичная. Открыв текущие дела на сайте нашего суда, мы увидели, что таких судебных разбирательств десятки. Только по этой фамилии, которая являлась кредитором в истории Антонина Попова. Сколько их было за прошедшие годы? Ну, все прекрасно помнят мужчину, который пикетировал администрацию в прошлом году. У него была точно такая же ситуация. Нужно отметить, что это системная и проблемная, реальная проблема в нашем законодательстве. Когда некредитные организации, например, банки или даже те же самые микрозаймы, на которых распространяются многие ограничения, здесь никто ничем не ограничен. И суды встают на сторону кредитора, который заведомо знал, что отберет эту квартиру. И, скорее всего, выдавали займ, уже понимая о том, что лишат людей жилплощади. Уже понимая о том, что всю жизнь они будут работать на кредитора. Здесь нужно что-то делать. Я, ну, вот этим видео мы хотим придать огласке эти случаи и обратиться к нашим законодателям, это депутатам Государственной Думы, для того, чтобы какие-то ограничительные меры в отношении таких финансовых операций были все-таки приняты. Поскольку людей, находящихся в трудной ситуации, очень много. Неужели мы хотим, чтобы наши пенсионеры, бабушки, дедушки, оказавшись в такой вот сложной жизненной ситуации, оказывались в итоге на улице и не видели уже никаких перспектив в своей дальнейшей жизни? Продолжение следует...